После получения первой яхтенной лицензии обычно испытываешь смешанные чувства. Гордость за то, что можешь самостоятельно брать лодку в чартер, борется с нерешимостью самостоятельного выхода в море. Это хорошо, когда капитан способен трезво оценить свои силы и набраться еще опыта. Владимир именно такой капитан. Поэтому, получив корочку бербот, он взял яхту, друзей, семью и меня как капитана, чтобы под присмотром пройти практику. Закупать в Испании продукты на лодку для меня одно удовольствие. Здесь много вещей, которые по мне так на яхте просто незаменимы. Среди огромного количества испанского вина трудно выбрать. Но я знаю, что хочу. Выбираю Реху и Зади. Крианза стоит всего 8 евро. И за эти деньги это очень классное вино. Резерва стоит на 5 евро дороже. Но можно обойтись вполне Крианзе. Я разбил бутылку вина. А меня только спросили, если я сам в порядке. Картофельная тортия с луком. Идет на ура. И разогретой, и холодной. Это картофельная запеканка с яйцом и луком. Главное не количество, а качество. Лучший хамон белота и брика. Листью 25 евро за килограмм. Поверьте, цена эта невысокая. Муха верда и муха рохо. Канарские соусы. Зеленый и красный. Обязательно нужно попробовать. Вполне достойный пивасик. 1906. Настоящий лагерь. Гаспачо. Овощной холодный суп. Он продается в пакетах. И его удобно хранить даже не в холодильнике. К нему нужно докупить сухарики и жареный лук. На лодке разливаете в глубокую тарелку. Досыпаете лук и гренки. Брызгаете табаско. И последняя капля оливкового масла. Кепра верча. Приятного аппетита. Гуакамоле. Перетертый авокадо с чесноком и помидорами. Пикантный, острый. И есть неострый. Довольно крупные креветки по цене 8 евро за килограмм. Однозначно море пригодятся. Их я обычно готовлю в кокосовом молоке. Импанада с тунцом, курочкой или мясом. Пирог очень вкусный. Срок годности 2-3 дня. С юга Тенерифа, как правило, все яхты идут по субботам на Лагомеру. Я бы посоветовал здесь взять машину и проехать по острову. Реально, есть что посмотреть. Субтитры сделал DimaTorzok С гомерой на юг Канарии 80 миль. Первый ночной переход для курсантов. Ставим все паруса, забрасываем удочку и, увиливаясь от многочисленных паромов, идем на третий по величине Канарский остров. Субтитры сделал DimaTorzok Ночью выключаем черт-плотер и привыкаем ориентироваться чисто по огням. Посито-Бланко Колоритное местечко, приятная марина, главной достопримечательностью здесь является маяк и песчаные дюмы Месополомос со своим уникальным микроклиматом. Субтитры сделал DimaTorzok На Лас-Палмас выходим с утра пораньше. Дует свежий встречный ветер. У нас к тому же вылетела каретка крепления грота к мачте. Запасные шарики есть, но самим ее на месте не поставишь. Нужно приспособление типа штурманской линейки, с помощью которой можно это сделать. Также перекосило верхнюю каретку. И теперь мы можем ставить грот не больше второго рифа. Не получается натянуть как следует парус, но это мелочи. Субтитры сделал DimaTorzok Новая катушка решила показать себя в деле, и первая добыча уходит на сашими. Ого, 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 я видео сняла, я все сняла. Ого, круто! Питаемся мы в основном на лодке. И очень этим все довольны. У меня вот вчерашний персонал, который мы вчера видели. Особенно в лас-Пальмасе. В лас-Пальмас добираемся уже к вечеру. Утром идем на Санта-Крус. Хотим немного слиться с карнавалом. Попутный ветер, хорошая погода. Самые лучшие условия – поучиться отрабатывать океанскую волну. На автопилоте удобно ходить против ветра. А при попутном лучше вручную компенсировать волны, чтобы идти ровно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Город Санта-Крус, остров Тенериф, карнавал в полном разгаре, поставленный Ой, не пройти мне Вот такая очередь на карнавал Сесть и из Марины даже не выйти Вот что творится А я просто хочу пойти попить пивка Субтитры сделал DimaTorzok Буквально через дорогу от Марины возле памятника И бывшего фонтана находится моя любимая чревоугодная палатка Которую я никогда не пропускаю мимо Буквально через дорогу от Марины возле памятника Буквально через дорогу от Марины возле памятника Поможет вам сделать заказ и на русском, и на украинском Если вы не очень дружите с испанским Боим... Барда, басса, смотри, какие бутербродки Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Отдохнув в Санта-Крус, мы отправились на Ла-Палму, даже не резервируя предварительно место в Марине. Полдня огибали против ветра Тенерифа с севера. Это был самый длинный переход в 100 миль и занял он у нас 20 часов. Субтитры делал DimaTorzok С Масленицей! Ночью к нам залетали кальмары, поэтому блины на Масленицу мы решили делать с ними. Субтитры делал DimaTorzok Утром пришлось покрутиться и пропустить паром с многочисленными туристами. Все исключительно в белом, они спешили на следующий день карнавала. Приехал даже кубинский министр, и на улице наливали исключительно кубинский ром и обсыпались тальком. Вот почему все в белом. На рынке делали фреш из тростника и апельсин с лимоном, естественно не забывая добавлять туда ром. Субтитры делал DimaTorzok Надо отдать должное. Город начал с утра с капитальной уборки. А мы, взяв машину, отправились рассматривать захватывающие виды на океан. Банановые рощи и, конечно, самую высокую гору Ла Пальмы Лос-Масленицей. Банановые рощи и, конечно, самую высокую гору Ла Пальмы Лос-Масленицей. Банановые ростки на которой расположен один из главных телескопов в мире. Мы хотели заглянуть на Ера, но ветер был другого мнения, и мы решили снова заглянуть на Гомеру. Субтитры сделал DimaTorzok Как я говорил, на Гомере есть что посмотреть, и мы снова в пути. Субтитры сделал DimaTorzok Больше всего мне нравится Болье Гран-Рей. Она находится с другой стороны острова. Там есть якорная стоянка и очень колоритно. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Многие просят меня показать свои снасти. Не так давно купил я новую катушку на Алиэкспресс. Оригинал стоит почти 1000 евро. Я взял эту в 5 раз дешевле. Катушка бомба. Идет как по маслу. Я доволен как бегемот. Единственное непривычно, что нет направлятеля укладывать шнур. И он наматывается хаотично. Нужно всегда натяжку его держать, чтобы не запутать. Разборная карбоновая удочка из 4 частей. На такую я вытащил 50-килограммового тунца. И воблер с длинной бородой, занаривающей на 8 метров. 8 марта раздуло. Поставил только за рифин и стаксель. Но боковой волной накрыло так, что у меня сработал жилет. Дальше рулил сам. Пришлось немного отклониться от маршрута по ветру. Мы видели китов, дельфинов, черепах. Но не всегда получалось их хорошо снять на камеру. Я не люблю Лас Америка за ее чисто туристические заведения. За свежайшей и недорогой рыбкой нужно ехать в Лос Абригас. Здесь на каждом углу кормят морепродуктами. Есть и рыбный рынок. Лично я облюбовал одноименный ресторанчик Лос Абригас. Единственное, если вы хотите паэлью, то нужно идти в баги Лос Абригас. Ресторан напротив, специализация которого именно паэлья. Нельзя есть? Можно. Для этого и пришли сюда и есть. Паэлья. 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 Одесса, 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 хочу быть с тобой Гордо дюк обводит взором отдохнувшие на рейде корабли А цветущие каштаны поют нежно одесситам о любви В горсаду сидят старушки, наблюдая за полетом голубы На соборке, как и прежде, веки шум разгулявшихся мужей Одесса, Одесса, Одесса мой, город родной